Чтобы, не дай Бог, из края не упала, пожар не случился. Избы деревянные, тряпок много в жилье и в современном жилье. И поэтому вот такие способы освещения были. Теперь еще наш славный город в Великой Отечественной войне не только выпускал автоматы ППШ и патроны, не только ядра для той же Крымской войны, более миллиона ядер дали, а еще и вот выпускали посуду. Вот читайте, что написано. Значит, если Луганск, а не Варшалград, то это до 1936 года. Этот чайник, выпущен до 1936 года, где-то был, воевал и утрачен под нашей Малой Николаевкой. И нашли мы его здесь, на родине. А вот тут лежат штучки, аж три штучки, все луганские. Две из них из Смоленской области. Ездили на вахту памяти в экспедицию. Иду по лесу, навстречу мужик идет. О, о, ты с Луганска, я с Луганска. На, это Ваша. Извини, я тут ударил лопатой ее. А другой в лагере, на другой год едем. О, луганчане, это самое. Сейчас я помою кружечку. Я тут с нее кофе попил. Он его-то нашел, попил кофе, прочитал луганск. А у нас же в Луганске есть. И принес нам ее, вот эту голубенькую. Я говорю, не надо полосать, пусть кофе. Там три остатки кофе остались. То есть, выпускали очень разную эмалированную посуду. И тарелки, и ковшики, и бидоны, и ванны, и тазы. Все только не выпускалось. Даже водогрейки выпускали. Но благополучно разгрохали наш завод. Этот вот через Пархоменко мы видим. Низу этот завод, эмальзавод имени Артема. И теперь мы покупаем китайскую. В России сохранился завод. И сохранился завод в Керчине. Так что, когда покупаете, почитайте в Керчинске. Потому что там кружка, допустим, та же самая армейская кружка. Разно больше там толстый металл. А китайская, там тоненький металл. Чуть стукнул, она уже все. Ну и прожареет быстрее. Ну, наши женщины, которые спустились в шахту. И только в 60-х годах запретили работать на подземных работах. Убивали и пожарные каски, и пожарные топоры. Помоги от наших перчаток, которые... Тут она с кастерской лампой, в другом зале вы увидите. А потом туда уже цепляли коногонки. Картонная еще эта. Турашка у нее. Подождите внимание, у нее платок. Ну, это уже выданная роба. А так зачастую на работах до 60-х годов. Работали, допустим, на дороге. Участно оранжевые изолеты, да? А раньше, ну, что ты пришла, или что ты пришел на работу, в том ты и ходишь. Наши трамваи старые, что-то глядные. А потом изолеты, первые, обтекаемые. Они были черные, засмальцованные. Потому что люди ехали в этой робе домой промасленной. Это уже в 60-е. Началось с 50-е, в 60-е. И в 70-е годы это и жили. И везде в заводах, на стройках организовали раздевалки, душевые. И в шкафчике, куда можно было повесить свою спецодежду. И уже чисто переодеться, и нормально идти домой. Ну, это вариант такой морской. К борту катера прикручивалась эта штука. И когда вы про торпедоносцы, про торпедные катера слышите, А у нас там вот под стеклом лежит сломанная ручная сирена. Это просто подать сигнал. Просто на улице. Вот. И в конце концов, переходим к нашей войне. Это миномет. Он выпущен в 42-м году. Там на станине у него отлито. 82 миллиметра. Можешь меня взять руки тогда, как она не опасна. Это туда не пихает. Сюда вставляется мина. Это взрыватель. Это взрыватель. Да, да. Она едет сюда по стволу. Возьми, подержи. Здесь вот, типа охотничьего патрона стоит. Накалывается выстрел. Разлетаются газы. И она вылетает. При этом взрыватель взводится. Там пружинка. Он на боевом взводе. Она летит вверху. Потом переворачивается. И падает вертикально. При том, когда она летит, она бежит. И это мимо летит. Но лучше упади. А если она шелестит, то это летит точно в тебе. Поэтому падай куда-то, где поглубже. За бордюр, в лужу, в канаву. Не важно. Это хоть тебя летит. Она аккуратно. Все держали. А это шелестит. А это налетит к тебе в голову. Значит, когда она падает, разлет осколков такой. Все постепенно. Что стоячие мишени где-то 35 метров, это все убитые. Есть те, которые упали. Это 15-18 метров все убитые. Поэтому, если начинается обстрел, надо искать убежище. Сидеть не любят. Бежать не надо. Быстрее осколка, никто еще не умеет бегать. Осколок летит гораздо быстрее, потому что маленький осколочек. Вот такой вот, скажем, семечку размером стыкленную. Вот там на улице стоит трамвайный стол. Подойдите, постучите. Там в палец толщина металл. Тут влетает, там вылетает. Поэтому вас догонит по-любому. Бегать не надо. При автобстреле, при минометном обстреле надо закопаться, ракетам все равно закопаться и сидеть. Поэтому лучше защиты никто не придумал, как глубокий окоп. Когда началась война, во дворах рыли щели, шайной 60-80 сантиметров, глубиной 2,5 метра и длиной сколько вас сядет там? 5-10 человек, сколько-то там, и едет, и вылетает, и вылетает, и в десяток может поместиться под 90 градусов в роющий выход, ступеньки. А потом, когда есть возможность, перекрывает, чтобы дневные осколки не сыпались на голову. И сразу, как только ты закапываешься в землю, даже одиночный стоячий окоп в тысячи раз уменьшает вероятность попадания в тебя артиллерийского осколка. Но, опять же, поскольку ты даже в сидячем окопе присел, то уже тебе не страшна взрывная волна. Если на открытой местности просто размажут об стенку тебя, или там полопаются барабанные перепонки и все прочее, внутренности, они тоже сюда прыгают, то закапываться в землю – это самое главное. Поэтому у солдата, где тут бежит в атаку, вот, бежит в атаку, что у него тут терпается? Сокерная лопата – обязательно. Малая сокерная, большая сокерная, как ни странно, вроде большой и удобней копать, но в самом деле небольшой опыт, небольшая тренировка, и откапываешь за то же самое время. Ты твой товарищ, у него малая, у тебя большая. За одно время окапываешься. День хочет быстрее копать. Это надо было уметь. Поэтому сейчас у вас дачи, огороды, бабушки, помогайте копать, сажать деревья, картошку. Это пригодится. Идем туда гулять. Все в полюетесь, дорогой, быстрей. А это, наверное, переверяет. Субтитры сделал DimaTorzok